приветствую вас уважаемые зрители вы на канале квадрофекционер с вами михаил и мы с вами разговариваем о квадроциклах сегодня у меня в гостях роман мудфоус грязные леса его кстати можно найти и там тоже на просторах youtube он рассказывает про квадроциклы вот и сегодняшняя наша тема для разговора будет сравнение комплектации квадроциклов бирпи outlander это xmr и xtp то есть часто зрители когда выбирает квадроцикл не знаю что не покупают и либо что купить что правильнее и тому подобное вот мы сегодня с роман чем решили это дело обсудить на что там это реально важным и в этом есть очень много заблуждений нюансов а мы как вы знаете любим повышать технические знания ваши поэтому обсудим поехали так но у нас есть короче подсказку уже мы тут немножко заранее подготовились и сейчас просто это дело все обсудим роман еще нас будет топить за xmr я считаю что это лучшее решение выбор а я буду вышел и топить запускай за и к степи но я бы еще и кси кси бы конечно приплю но здесь фишка в том то что не бывает и кси кси двухместных на любой только короткие исполнения это в очень уже были негадов но это отдельно разобрать да это отдельным разберем все равно как-то человек решает покупать квадроцикл он приходит и смотрит стоит красивый да он покупать глазами покупку на силы у нас продаж это я просто глазами xmr пришли в салон и его забрали он такой нарядный на больших колесах там вы нас там шнуркли какой то есть подобие такой ведь злой агрессивный человек конечно ты копать хочу то есть вот так у нас вам покупают xmr все практически так покупают а потом а потом начинается что получается что это не то это не устраивает это не подходит а упадут поэтому а я чиков еще сколько который это говорит сразу ридом продавая это да и а продавцы горит но это вышка ткс м это мудовая версия поэтому плюс 200 кс они сразу да и в европе допустим или там другие странах и более распространена покупка краски не xmr вариации от другой и к степешки да там либо и к сте еще что-то и доведение его до там того состояния которое вам нужно в любом случае каждый владелец квадроцикла столкнется с тем что но все равно будет дорабатывать по своей задачи по любому как ни крути будет xmr будет степи поэтому мы решили просто посчитать а что на самом деле выгоднее взять да мы будем рассказывать про новую технику не про бушную не потара новую да если берем там будет и все сложно кто-то уже переделал кто-то там не знаю там не хочет покупать угловные и тому подобное поэтому давайте по новому ну начнем с план это цена когда правильно сказал сейчас это где-то 2 2 200 наверное да за ну оцениваем по рынку где-то 2 200 про продавцы за него и к степи же комплектацию выкупите где-то за миллион восемьсот наверно миллион девятьсот давайте миллион девятьсот партнер разница изначально в цене сразу вот то есть вы заходить не захотите но вы здесь уже экономить и да ну царусик плюсик при покупке уже есть 300 тысяч но что же будет дальше дальше будет что мы наверное начнем с того улучшать зинга который вам нужен а первое все-таки будут колеса правильно да в любом случае когда человек смотрит на к степи на эти грустные 26 колеса он говорит новых степи туда по-любому но их степи сразу чем хорош колесами это бэдлоки мы получаем хорошие диски чего нет вот цена я как раз хотел перебитый момент тоже человек который смотрит на их степи он такой говорит это встроить делать отчет конечно это все он лазит и все он пришел xmr готовый стоят роста ручки с подогревом бензинчик но и по и смотри ром что мы имеем в xmr мы имеем а а теперь этот криптовалюзи войти до в тридцатом размере но которая по факту самый большой обман имеет размер обычных 28 колес то есть она маломерка и причем жесткая и тяжелая но производители не просто так не просто 30 раз они указывают 30 размер поправочка но при этом они их маломерец из того чтобы предатель рассчитал нагрузку которую держит привода и трансмиссии чтобы она сама себя не разрушила да это все шляпа подожди подожди если мы берем хоть зашли за этот разговор то есть мы берем отдельно купить 30 крипто да они как правило в десятом размере и они по высоте мол есть и девятка и десятка да но это же 30 правильно производить это уже обман некий почему именно 39 10 о 14 идет малоразмерно почему при этом даже самый 30 здесь больше она будет больше на 5 сантиметров там они не стесняются я думаю это под заказ берки не специально вот они при этом это тяжелые колеса кстати может быть еще потому что вниз не задевал за любимый наш урок по порог дороге до пороги же улажа проблема как что поставил все сразу задевает ну хорошо мы меняем резину и там и там согласен то бишь мы потратим ну давайте округлим на хороший выбор у кого-то там удлает будет либо но там зила еще что потому что невозможно все ты же покупаешь кутоцикл ты же не будешь на нем все 100 километров просто по грязи по не естественно у тебя будет смешно еще и 100 километров пути у тебя всегда 10 км грязи остальное тебя там короче получается что владелец мэра и степи вот 100 тысяч попадает сразу давайте плюсуем сотку миллион девятьсот я стартанул ромка с 2 200 стартует до плюс сотка у каждого в гору наверно про отбитие оригинальных деталей чуть попозже скажем лишь поставить поставить сейчас и циферки будем добавлять да соответственно плюс сотку у каждого затем я остаюсь на хороших дисках офигенных оригинальных лески диски с бэдлоком которая стоит дофига денег реально а у рома в комплектации одноширокие диски не всегда можно поставить будет разноширокую резину это неправильно называют уже колхозом современных реалиях и придется покупать диски и сложнее будет найти в одинаковом размере и сложнее да поэтому ты еще плюсую сотку на диске ну если дадут им собаку это оригинал все равно 100000 я все равно эту сотку ставлю в уме там где-то можно кататься на стандарте но у тебя нужно либо одна шире ставить да как бы ну хорошо ставится ставится одно широкое сзади у меня у меня с бэдлоком ты понимаешь я уже сэкономил и уже получил с бэдлоком понимаешь туристического назначения в принципе надо надо это надо поверьте все к этому приходит что бэдлок вещь полезная катаюсь без них нормально ну давай так но они-то у меня есть получается удержи надо покупал и посчитаем надо ну хорошо давай посчитаем еще там плюс а нуля затем у тебя есть вынос сразу да у меня ничего этого нет соответственно я попадаю на комплект как минимум оригинального до оборудования вынос радиатора это ну 35000 рублей самое дешевое ну да сразу давай 40 округлим продавать с ракет до затем шнаркеля тебе сделать увеличить хобот так сказать да сделать по уровню что высоко было 15 рублей просто комплект установки у меня же это будет полный комплект шнаркелей опять с ракет как минимум на 80 я опять разгрузился да ты в этом случае разгрузился на 15 тысяч рублей то есть это не до него опять ровка это не обязательно вещь ну допустим пускай буду делать по-нормальному давай хорошо так но подогревы и прочее и там и там нужно согласись до 25 хорошо у меня еще щитки которые там эти закрывают на эксамере есть давай десятка хорошо отлично дальше что у нас приходит в принципе по тюнингу там такому основу балки фигалки мы всегда купим согласись до вращать там и там расходы будут как ни круто фары не берем давай да это такой темный лес и мы приходим к чему тому что я пока в плюсе но я в плюс согласись ты уже улетел и там и там значит следующий момент чем столкнешься ты это подвеска это все владельцы xmr сталкиваются с этим вопросом хочу померче когда уже докатались в грязи ты знаешь я проработал этот вопрос как бы да если вариант такой что все равно некоторые не настраивают там правильный изначально то есть если в стоковом формате это просто убожество краткоходки и пружины жесткие потому что это мудовая версия сделан для чего сам лишь клиренс его и даже в балу это как кошка который изогнутый все стоит атак он такой раз зажатый да мне не можно поднастроить но не будет астана не даст такой фига коррестепи поэтому что мы идем к замене 200 штук сверху будьте добры выложите за амортизаторы если вы хотите хороший king fox и купить новый тому подобное до 200000 выложите роман еще расскажешь я при этом на их степи на хороших комфортных амортизаторы то есть мне ничего это не нужно подавала только на 80 попал я вынос шнуркер на 80 ну резину я так вот давай да все отлично дальше что у нас такого еще подсказочка на звука давай так подсказка нас стоит следующее ли си духа никлины отсутствует да у вас теперь сидушка за да у нас есть бардачок зато сидушка 50 ты что и но когда ровочку если уходить есть вдвоем вторым пассажирам вам нужно купить сидушку будет обязательно так опять ты короче раскошелился да то есть по поводу значит их степи в принципе можно вынос поставить на багажник но если сделать аля xmr надо будет купить дуги и дуги только дает еще плюс 60 косарей как минимум на но чтобы у вас туристика была но от узнаете тоже 2 до сказать двоя к ситуация потому что кто-то потом начинает колхозе канистры на те же самые сэнер чутки крепления покупают а здесь есть площадка на которую можно поставить по сути да то есть если дело эстетики на если квадр берешь для туристическую назначение где-то много надо вещей но это лучшего этого нет этого не да как ни крути но будет ужасно так дальше возьмем сейчас многие расскажут по поводу приводов да да тому подобное раньше производитель beer пикс мр утверждал что там ставить привода горилла но сейчас я не знаю я не я не уверен вообще все одинаково на 13-м году они реально ставили может может быть если копаться нас на самом деле последнее время меня берпи очень удивляет и такая такой че что квадроцикла собирают из того что них есть на складе они это берут просто туда впихивают и вот вам какая-то вот поэтому все так если если у вас есть время и желание до проверить на наши слова можете все номера партнамбры по современной техники просто проверить по за взаимозменяемости и установки на там на этой на этой технике есть хороший каталог он правда закрыт для рук ластера это и пить и там бирпи . ком там все запчасти и все штуку доставилось удобно может листать до удобно но если у вас есть vpn вы можете этим воспользоваться поэтому говорит что типа xmr какой-то более усиленный это неправильно может возникнуть только один момент это коробка передач то есть они стоят разного типа на xtp скорее всего встретиться вариация с шпинькового типа это что значит такое это та коробка которая требует вращения ведомого диска для включения передач ну либо вы должны покачивать вашу технику что включить положение там селектора в другую положение который этого не делать то вы уже слышите характерно дрова можно воткнуться но на xmr и будет стоять коробка другого уже типа у нее назовем так у нее есть синхронизатор который помогает делать условно назовем его так принципе все по редуктору тоже возникает вопрос но скопленных годов пошел уже везде большой редуктор с двумя подшипниками но несколько со зубой парой с прямо зубы прямо зубы до пошел к это опять удешевление не знаю зачем единство что к на морковке так называемых трендовой там ставится два подшипника опорных все надо на x на xtp шки один честно говоря где то есть и два а это тоже вопрос опять же какой-то в какие-то аппараты приходит где два стоит абсолютно и большой монета это это как раз говорит о том что производитель ставит как раз вот есть на складе партий этих родов они просто и ставят ротом на их нужно выполнить план посему в принципе на надежность это никак не скажут есть теория что оля это надежно да не я нет много скорых да кто-то говорит что косозубы они более проще сидела сейчас все перешли в армию что да он гудит сидела но более прочный там там подоб в общем говорить что коробка в степи там или еще где-то редуктора хуже чем на xml это не совсем правильно и о том что типа колес там больше не выдержит там привода пощелкать тоже неправильно потому что там все одно и то же также существует мнение что маленькая коробка хуже и слабже это абсолютно не так да абсолютно не на абсолютно эта коробка ставится уже хрен знает сколько лет началась и макси мера в тех самых суток стоял а вот надежная коробка проверить без наговориться что где-то я читал что типа маленькая коробка скоростная коробка более быстрая но это на самом деле тоже неправильно потому что количество передаточных разных там чисел на большой коробке и на малой уйма вот реально уйма есть огромный xml только как раз понижающие же они тоже разного это опять же все зависит от года выпуска и тому подобное пониженная такая я сейчас вот тут благодаря там вове небритому вставлю вот картиночку посмотрите такое количество различных передач на в разных коробках может быть то есть они все могут в каком-то году быть вот с такими цифрами отсюда такой вопрос говорить называть ее гоночные это неправильно это обычно такая же коробка все но если надо перебрать либо обслужить и у нас снимать с двигателя ну как бы вы че да обязательно большую коробку можно там сбоку вариатора соединить и разобрать следующие вариаторы или там что-то подобное они тоже одинаковые идентичны да да ничего нового не увидите то есть чему мы приходим что практически два одинакового квадроцикла тока в базе и к степи доступны до но с навесом он продолжает быть доступнее как ни крути экономить и денег то бишь ты по факту получаешь свой там xml но на 300 тысяч дешевле да у нас по бумажке мы просчитали нас примерно получилось переплата за xml все причисленные по 350 тысяч это 400 но это мы тут взяли миллион восемьсот но мы миллион девятьсот поставили к степи а да поэтому сутку вы считают сюда вот это с учетом продаж да то есть смотрите мы еще также посчитали что ромка может продать свои стоковые амортизаторы там за за 100 тысяч рублей 80 до колеса за 50 дисками да там за 100 считай вот он и выиграет я на их степи могу продать только сают эти бублики тысяч за 20 максимума они нахрен никому не нужны по факту где по полям кататься и все но вот на этом рома как целом это 150 то есть как бы верну так а там садушкам воткнули да 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 седуха есть она 60 тысяч 50 тысяч это но в общем смотрите 350 тысяч чистой экономии как ни крути даже хрен снимать 350 тысяч можно пойти купить коробку это что-то новую продать если вам нужна большая к примеру да то есть там у вас чисто сотка останется как минимум по-хорошему да даже мы на самом деле считали это с учетом установки работаю сюда в принципе кто-то сам это сделать еще на экономить экономит этом а кто-то может отдаст тому кто сделает это уже готов но сам факт и к степи выгоднее по деньгам получается как ни крути а в целом больше разницы никакой них никакой то есть это навесное оборудование и лишь незначительно технические разницы в редукторе и коробке все итог как вариант может быть вы придете покупать и к тебе у вас он окажется с дошли нормальный то есть если утром получается что вы грубо говоря глазами купить xmr потом расстроитесь когда начнете кататься там путешествовать еще что-то так ну но не всегда в грязи жить вы начнете все равно улучшать и также со степи вы купили нашли сразу под себя и устроить но вы в базе получили уже комфортный квадрик уже едете балдеете кайфуйте и вам все нравится при том что правильно говорит человек конечно что хороший комфортный марзатор только не на дубовую резину нужны резины крайне вот надо тогда будет весь комфорт если поставить марзатора на дубовую мудовую резину комфорта вы не получите того которого ожидаете ты посмотри все люди в основном берут и меняют эту резину всегда то есть люди приходят всегда к тому что что-то жесткого проводное снимают и ставят усредненная ну такое мягенькая потому что по большому счету они в принципе едут как все и там не сложно кому-то размотать лебедку кто-то там помоги кинул троса и вытащила в этой надо мелочь дает большой комфорт а это во время вашего пути это усталость в руль все передаешь на да поэтому тот кто опять же xmr ты проще сказал ограниченный выбор от руля да есть такое степи будешь мирование это сделали ну они же боясь за большие колеса за гранаты и там подобно у степишки в этом плане будет ну как то не знаю более больше выворот меньше разворот радио соответственно будет и все такое косвенное но тем не все равно это отличить и присутствует да опять же в щелке одинаково кстати говоря да ну а то так еще выбор чего но xmr всегда будут в одних цветах практически там два до берете к степи там и стиле еще что-то это уже делали плен в принципе все равно большинство до людей делают под себя эксклюзив короче выбирая становимся на то что выбирая между и xtp там банально и либо xmr у вас будет всегда экономия то есть вы выигрыши минимум на 300 кусков при учете всех покупок всех доработок и там обвесов продаж все что было ну и сами задумайтесь на 300 тысяч рублей в еще столько на вершине очень много там пожалуйста пленку там экипировку среди может свет хорош но они строй кофры музыку смуз у вас еще вот 300 тысяч до доведения того что вы сами хотели не абса вариаторы можно вариатором у надо да поэтому вот принципе все как на поверхности и когда люди говорили что бери лучший xmr это не совсем правильно то есть не всегда всем он подойдет да и не сюда все будут рады поэтому это просто картинка хорошая картинка вы можете за вашего к степи сделать такую же картинку и он от ничем не отличаться как и пример твоего квадроцикла конечно до поларис хайлифтер тоже не просто такого делали согласились у него тоже продажи были лучше чем обычного спорта ну гонишь потому что хайлифтер выглядит конечно богаче но про поларис мы ладно это друг есть пример полярица да поэтому тем не менее такие версии гораздо более интересны и многие компании все равно стремятся даже банально стелс всегда куда же какие-то языка пытаться трофе там сразу шнорки вы нас появился на по них такой вынос ну ну ладно мы допустим но к тем не менее не пошли по принципу надо да и опять же в той картинке как xml что поднять в лич продаж даже красивее даже цветовая гамма до дались в общем если люди покупают глазами так они будут дальше покупать xml если человек подходит более практично к выбору техники да и что купите как правильно поступить то вот это видео специально было сделано для вас да мы разобрали то есть разницу и понял теперь осталось выбирать только вам xml ну ты сейчас что думаешь в итоге ты знаешь когда про лизер это все ситуация как бы если бы там приходишь это давай естественно я бы взял и к степи согласен да и но я тебе скажу все равно xml как бы красивый вот даже я стремясь там своей техникой да конечно же сделал сталин как самар оригинальный потому что я шел к этой картинке потому что она выглядит здорово мне так это нравится не есть просто люди те которые говорят я не хочу этим заморачиваться хочу купить такой сразу и он и он про сразу купит ой но потом все равно будет заморачиваться не факт может он просто дальше как эти музеи потом это музей же будет продавать спустя там где тоже верно согласен с маленьким пробегом да да и бог ну в общем уважаемые зрители если вам есть что добавить пишите обязательно об этом своих комментариях не забывайте подписывать на канал вот и ставить лайки а мы с вами прощаемся всем пока до новых видео